Хочется сказать такой момент, что в данный момент мы большее количество здесь присутствующих людей, которые работают в этом центре, остались без работы. С нашей стороны было сделано все в помощи администрации, собственникам торгового центра, чтобы максимально приблизить день открытия нашего торгового центра к дате суда. То есть в свою очередь мы демонтировали все рульс-ставни, как требовало МЧС. В ту же очередь сдвинули все оборудование на нужное необходимое расстояние. То есть сделали по нормам 2,5 метра, метр 40 второстепенные проходы. Вы знаете, здесь вопрос стоит в том, что я считаю, что наши права сильно ущемляются в этом деле, потому что я не могу сейчас назвать точную цифру, сколько людей осталось, без работы, без средств к существованию. Но это, поверьте мне, очень большая сумма, то есть количество людей. Я считаю, что суд может пойти навстречу, наверное, нам, потому что этот объект, и я думаю, что в городе Казани нет ни одного человека, кто бы не посещал в свое время, с какими-то своими проблемами, с телефонами, с компьютерами, данный торговый центр. И мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы взяли в расчет то, что очень много администрации делает, то есть делает, на самом деле, старается тоже по-настоящему. То есть не так, что они хотят обойти что-то, еще что-то. И очень хотелось бы, чтобы вы перенесли рассмотрение этого дела на кратчайшие сроки. Я так понимаю, что представители МЧС, в принципе, не против. Я не совсем понимаю, почему против прокуратура. Не совсем понятно. То есть вы не хотите, чтобы люди работали или что? Вы объясните. Вам задаю вопрос. Можно задать вопрос? Пожалуйста. Представитель прокуратуры. Мне интересно, почему в данной ситуации вы не хотите дать нам, например, отсрочку те же самые 10 дней, которые нужны для изучения этого отчета о рисках? Почему вы, так скажем, я везде в средствах массовой информации, во всех газетах, на телевидении, то есть говорится о том, что идет поддержка малого бизнеса, то есть людей поддерживают. В то же время, как бы, вот такой вопрос, который, я считаю, можно отложить и можно через 10 дней. То есть вся документация судов и вам представлена, что все, по сути, сделано, двери заказаны, задвижка, это тоже будет работать. Почему нельзя отложить, объясните? Ну, вот, я по поводу отложения уже все-таки вынес решение, потому что, как оказалось, я вновь не хотела доставить отложение судов и судов. Я уже не могу изучать этот вопрос. Почему вы не можете? Это первый момент. Второй момент. Представитель третьего лица МЧС, как вы указали, они не согласны на отложение, вы, видно, невравильно поняли. То есть, наоборот, они согласны с нашим мнением о том, что мы не откладываем, поскольку даже те нарушения, которые на сегодняшний день имеются, и те обстоятельства, которые указаны в этом отчете, даже после его изучения, не свидетельствуют о том, что те нарушения, которые там имеются, они будут устранены в течение 10 дней. И не потребуется дополнительного времени, как я правильно поняла, для того, чтобы эти нарушения устранить. Это второй вопрос. И третий вопрос относительно того, что прокуратура является, как сказать, лицом, которое не дает людям работать, является препятствием, и мы возражаем. То есть, я еще раз хочу вас обратить ваше внимание к тому несчастному случаю, который вы все прекрасно помните, да, который случился. В свое время тоже все пошли навстречу предпринимателям, когда имелись нарушения, и тем не менее, все это привело к такому платежному результату. И прокуратура, я так понимаю, что, наверное, вы должны быть, наоборот, благодарны органам прокуратуры, которые обратились к таким рисковым заявлениям, вот в результате того, что суд принял определение по обеспечительным мерам, приостановили эксплуатацию, и у вас появилась возможность для того, чтобы хотя бы в кратчайшие сроки начать устранять эти нарушения. Потому что эти нарушения, они были выявлены уже давным-давно. И я так понимаю, что, наверное, претензии надо подъявлять не к органам прокуратуры, от собственника здания, который при сдаче эксплуатации этого здания не предпринял все меры, чтобы нарушение на сегодняшний день не было. Нет, на сегодняшний день предоставлен документ, где подтверждается штат. На сегодняшний день данные документы, они не свидетельствуют о полном устранении. И представитель третьего лица прояснил, что вот эти неустраненные нарушения, как и на сегодняшний день, имеют место быть, это достаточно для того, чтобы приостановить эксплуатацию. То есть при наличии вот этих нарушений нельзя стать не эксплуатированием. Мы его не эксплуатируем в данный момент, мы просим на отложение. Вы просите его открыть. Хорошо, присаживайтесь. Нет, мы не просим его открыть, мы просим отложить. Существует какое-то исследование письменных материалов дело.